Привет, зритель. Не помню, обозревала я или нет, но где-то в начале сентября я заказала сечайник. Внезапно той же самой фирмы. Аппетит. Но на Сбер Мега Маркете за 223 рубля с доставкой в 109 рублей Почтой России. И в общем он у меня 2,5 месяца от силы прожил и на днях помер. Даже чуть меньше, чем 2,5 месяца. Я не помню, жаловалась я в телегу, в открытый блок или жаловалась я только кому-то конкретному. Ну вот чайника не стало. У чайника оплавилась сначала ручка со временем, потом этот носик со свистком. Если ты ждёшь, что этот обзор будет не только показала чайник, но и как он свистит, то загугли этот чайник где-нибудь ещё. Потому что это будет просто обзор чайника. Чайник из нержавеющей стали со свистком. 2,5 литра. Аппетит. Взяла в Китае. Тот у меня чайник был на 2 литра. Зачем мне чайник для газовой плиты, если у меня был Бош и Майерс на литр, прям с заварочкой такой, ну фигнёй для заваривания чая. Я его везла в деревню, потому что у нас там как бы, ну, на следующий год, я надеюсь, что мы сделаем газ. Газовый баллон у нас был, там 2 недели прожил, потом весь вышел. И как бы, ну нету там чайника для плиты вот газовой, или там на электроплитке нагреть. Есть только вот лепестрический. Я туда увезла вот этот чайник. И потому пришлось сюда покупать газовый чайник, точнее чайник для газовой плиты. Он был вот в пакетике. В таком инструкцию по применению я уже глазами побежала. Коробочка такая, хотелось бы сказать, работная. Ну, в принципе, примерно так и есть. Мы ее на полпасам пока. Производитель в этот раз заверяет нас, что тут аж трехслойное дно. И здесь действительно есть все, что было на картинке к тому чайнику, который я покупала в надежде, что придет меня и мы чайник. Но пришел чайник такой в той же, в похожей коробочке. Аппетит, но было вот все вот такое ровненькое, без всякой такой штуки. Без всякой гравировки. И оно, он выглядел так вот, будто вообще, можно сказать, картонка, шелезячка, еще что-то. А этот более увесистый. Ох. Тут даже чувствуется, что оно поплотнее как-то. Потолще. Гвоздик такой вот тут. Я управляю в этот раз телефоном. С выемочками так. Производитель советует его побыть в теплой водичке с мягким моющим средством, с обычной мягенькой губочкой. Ручку можно вот так сделать. А вот в эту сторону она никак. Только в одну. Круто так, тыго, туго отсобачивается. Эта фигня, он как-то внутренне... А, она, слушай, зрители, она на пружинке укается, эта фигня. И здесь, может, я ее тоже приближу. Приближайся, давай. Тут пружинка, короче. И она за счет пружинки так туго хопилась. Вот. Все тут так нормальненько. Чайник нержавеющий со цветком на 2,5 литра. Нержавеющая сталь. Сделана в Китае. Торговая марка Аппетит. Поставщик Пилот МС. Срок годности не ограничен. Изготовлено в апреле этого года. Он, кстати, подходит для индукционной плиты, для электрической, для газовой еще до какой-то. Буду я его юзать. Если буду что-то записывать на кухне, то ты вот его на плите будешь видеть. Если внезапно снова буду стримить, то тоже увидишь. Я тут приблизила его, да? Надо отдалить. Отдаляясь. Вот. Мне так он сейчас нравится. Я надеюсь, что он действительно дольше проживет. На Клику, наверное, она будет потом отсобачить. А может, она сама как-нибудь отсобачится. Я вот ее сейчас пальцем отсобачиваю. Тут-то, в принципе, хорошо свистел, но, в общем, рядом у меня стояла кастрюля-пароварка. И как-то вот другая тут фигнюшка была, она тоже такая вот свистушка. Оно стояло-стояло, я смотрю, думаю, что же он такой этот, как-то странно себя ведет. И ручка как-то опустилась. Беру, наливаю и понимаю, что носик-то весь поплыл. Ну, у него ручка туда и туда падала и вообще не держалась, а у этой вот можно вот немножко так наклонить, и оно будет держаться. А чтобы уронить ее, она сама не упадет и она помочь будет. Так что я думаю, отличный чайник. И что самое-то главное? Он, значит, стоил 577 рублей. По какой-то очередной черной пятнице на Озон он должен был стоить 533, что ли, рубля. Ну, как-то так. У меня там были какие-то баллы. 300 с чем-то там рубин. И я думала, что эти баллы я не потрачу, потому что премиум-аккаунт у меня отключился. Ну, я его отключила. Но так как я оплачивала зон-карту, то она мне, эта система, предложила списать эти баллы. И мне чайник, не поверишь, зритель, обошелся в 218 рублей. Вот. Тут даже вот видно, что вот это дно как-то сюда заезжает нормально. А там было так, как вообще. Как ерунда на постном масле. Вот. Чайниксик. Ну, и тут вот такая инструкция по применению слегка кривым русским языком. Наверное, переводил какой-нибудь китаец на русский язык. Но русский человек почему-то это не отредактировал. Такие дела. Вот такой, короче, чайник. Спасибо, зритель, за просмотр. Если у тебя вдруг внезапно чайник для плиты газовой случился, можешь дать, знаете, камень так скажет, Лёля, я тоже аппетит купил себе или купила. Ну, как-то так. Или купила. Мало ли чё. С другой стороны, у меня есть чайник лепестерический, две штуки. Один какой-то допотопный. Покупала лет 10 назад. А другой китфордовский. Но они, сволочи такие, жжут много электричества. Я одеваю. Потому что поздно вечер. Спать рано, а не спать поздно. Ну и как бы всё равно надо на плиту. Точё-то, кстати, вот как он будет себя вести на плите. Вот гармонирует ли он с плитой. Я думаю, что он хорошо выглядит, стоя на плите. Всё. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.